Экс-кандидат президента Республики Беларусь от оппозиции Светлана Тихановская считает, что ситуация с правами человека в ее стране требует международного вмешательства. Выступая по видеосвязи перед Советом ООН по правам человека, она обвинила власти Минска в незаконных жестких задержаниях мирных демонстрантов, избиениях и сексуальном насилии, призвав срочно направить мониторинговую миссию для установления этих фактов. Обвинения в сексуальном насилии против задержанных, зарегистрированных официальных заявлений об этом нет. Также не подтверждается информация о пропавших без вести в непосредственной связи с протестами. Утверждения о наличии в стране политических заключенных не соответствуют реальности. Есть люди, которые взяты под стражу в рамках конкретных уголовных дел в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом. Заявил белорусский представитель в ООН, потребовав прекратить трансляцию выступления Тихановской. Между тем, большинство депутатов Европарламента поддержали санкционные меры в отношении Александра Лукашенко и подтвердили, что не признают результатов белорусских президентских выборов. Евросоюз готовится ввести санкции против Минска на какое-то время. Этот вопрос должен быть включен в повестку дня заседания Евросовета на следующей неделе, на котором будут присутствовать главы государств и правительств. К этому призывало подавляющее большинство депутатов Европарламента. Поэтому вопрос уже есть консенсус. Тем временем на Брестском полигоне недалеко от границы с Польшей проходят российско-белорусские учения «Славянское братство». Посол России в Минске подчеркнул, что это плановое учение, но также ответ всем силам, которые имеют намерение раскачать обстановку в Республике Беларусь.